Синтоксический конструкция Сегодня поговорим о вставных конструкциях. Давайте сейчас проведем с вами небольшой анализ и сделаем наблюдение за теми предложениями, которые представлены здесь у нас. Первое предложение. Вечер ты помнишь, вьюга злилась. Мы видим с вами, что есть какая-то часть предложения, которая выделена запятыми. Мы с вами понимаем, что это вводное предложение, но оставим пока все как есть. Второе предложение. Мальчик, тире, это было заметно, тире, подражал взрослым. Здесь вроде бы тоже вводное предложение, но почему-то уже стоят тире. Мы пока только с вами наблюдаем, выводы будем делать потом. И третье предложение. Он встал и, запятая, прихрамывая, скобка круглая, он был на протезе, скобка круглая закрывается, запятая, подошел к окну. Посмотрите, вроде бы у нас с вами условия вводности соблюдаются. Появляется некая конструкция, которая оторвана от всего остального предложения грамматически. Но почему в одном случае стоят запятые, во втором предложении стоят тире, а в третьем предложении появляются у нас круглые скобки? Да потому что то, что мы с вами видим во втором предложении и в третьем, как раз и называется вставными конструкциями. Что же это такое? Вставные конструкции содержат дополнительные замечания, комментарии, разъяснения, комментарии общего характера, иногда слабо связанные с содержанием самого произведения. Предложение. А ты бы, милый соловей, ты знаешь, как голос твой прельщает всех, ты б убаюкивал их песенкой своей. Мы видим с вами здесь конструкцию, которая выделена круглыми скобками. Это и есть у нас вставная конструкция. Пока мы говорим с вами о том, что вставные конструкции безусловно похожи и на вводные слова, вводные предложения, но здесь конкретно, конечно же, лучше говорить о том, что вставные конструкции похожи на вводные предложения. Вставные конструкции имеют структуру самостоятельного предложения. Это могут быть как простые, так и сложные предложения. И еще один пример. В деревне, я имею в виду деревню, ближайшую к нашему дачному поселку, был Большой пруд. Это тоже вставная конструкция. Посмотрите, это практически самостоятельное законченное предложение. Вот же в чем заключается отличие между вводными предложениями и вставными конструкциями. В отличие от вводных предложений, вставные конструкции не выражают отношение говорящего к высказыванию, не содержат оценки и не указывают на источник сообщения. Вставные конструкции не могут употребляться в начале предложения. Это очень важное замечание. Но точно так же, как и вводные предложения, вставные конструкции легко изымаются из текста без потери основного смысла высказывания. И выделяются, как вы уже поняли, на письме могут точно так же, как и вводные предложения, запятыми, но еще и скобками и тире. Например, запятыми. Сии и подобные шутки, запятая. По усердию соседей, запятая. Доводимы были до сведения Григория Ивановича. Скобками. Увидев гостей, она подбежала к калитке и лаяла тенором. Круглая скобка. Все рыжие собаки лаят тенором. Круглая скобка закрывается. Тире. И чувство молодости, здоровья, силы. Тире. Ему было только 22 года. Тире. И невыразимо сладкое ожидание счастья овладевали им мало-помалу. Давайте поговорим с вами теперь о том, а когда же, собственно говоря, мы можем встретить с вами тот или иной знак. Когда мы выберем запятые, когда выберем тире, когда выберем круглые скобки. Скобки являются, как вы это уже, наверное, поняли, наиболее сильным выделительным знаком, чем тире или запятые. Но, по большому счету, выбор знака остается за автором. Давайте посмотрим сейчас на предложения, которые по смыслу очень похожи друг на друга и по структуре синтоксической. Но стоят разные знаки препинания при вставных конструкциях. А кавказцы, запятая, их здесь семеро, запятая, уже прекратили работы, запятые. Булочники, тире, их было четверо, тире, держались в стороне от нас. Солдаты, круглая скобка, их было трое, круглая скобка, ели, не обращая внимания на Пьера. Мы запомнили, что могут быть запятые, тире и круглые скобки. Самое главное их видеть. И самое главное поставить эти знаки препинания, выделяя вставные конструкции. Представим нашу сегодняшнюю тему в виде схемы. Итак, мы говорим о вставных конструкциях. Роль вставных конструкций в предложении – дополнительные замечания, комментарии, пояснения и уточнения. Знаки препинания могут быть запятые, тире и круглые скобки. Но при этом у нас вставные конструкции никогда не встречаются в начале предложения, а только в середине или в конце предложения. И грамматическое значение вставных конструкций не является членами предложения. Это то, что мы должны сегодня на уроке узнать и закрепить вместе с вами. Каким же образом мы попробуем закрепить? А вот, укажите предложение, осложненное вставной конструкцией. Конечно же, знаки препинания здесь не расставлены. Выросший в горах Серго так и не привык к городской суете. Однажды, войдя в квартиру, у меня был от нее собственный ключ. Я услышал тихое пение. Целый день кручусь, как белка в колесе. Картина Левитана «Осенний день сокольники» была приобретена Третьяковым. Подумайте, в каком предложении есть вставная конструкция. И если вы правильно выполнили это задание, то ваш ответ под цифрой 2. Если у вас какие-то затруднения по данной теме все-таки возникли, откройте учебник, почитайте параграф и выполните упражнение под номером 308 на странице 196. Но я надеюсь, что у вас нет никаких затруднений, и сегодняшнюю тему вы поняли так же замечательно, как и все предыдущие. Спасибо вам большое, ребята, за внимание. Делайте домашнее задание. Я рада буду вас увидеть на следующем уроке. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники. Мы продолжаем с вами цикл уроков об анализаторе. Сегодня урок второй. Какой анализатор дает человеку наибольшее количество информации? Правильно, это анализатор зрительный. Тема нашего сегодняшнего урока – разговор о зрительном анализаторе. Зрительный анализатор, давайте с вами вспомним, это система, которая принимает, передает и анализирует информацию о всех событиях внешнего мира. И для этого нам нужно с вами составить схему. Зрительный анализатор, как и любой анализатор, состоит из трех частей. Периферическая часть представлена рецепторами глаза, проводниковая – зрительным нервом, и центральный отдел находится в затылочной доле больших полушарий головного мозга. Можно ли считать зрительный анализатор основным анализатором в нашем организме? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Что дает человеку зрение? Ну, зрение позволяет определить краски предмета, форму предмета, размеры предмета, определить, на каком расстоянии находится предмет, подвижен он или не подвижен. Органы зрения помогают человеку сориентироваться, предупредить опасность. Поэтому зрительный анализатор является одним из основных, дающий нам полную картину о событиях, происходящих вокруг нас. Зрительный анализатор – тема сегодняшнего нашего урока. Нам с вами сегодня предстоит разобрать, из чего он состоит, какие нюансы и особенности имеют наши с вами органы чувств. Зрительный анализатор представлен органом чувств глазами. Глаза состоят из вспомогательного аппарата и глазного яблока. Давайте посмотрим. Вспомогательный аппарат представлен бровями, ресницами, слезной железой, веками, глазодвигательными мышцами и слезным каналом. Ресницы и брови помогают защитить наш глаз от пыли. Кроме того, брови отводят стекающие со лба пот. Все знают, что человек моргает. А знаете ли зачем? Во время моргания человек увлажняет глаз, защищая его не только от пыли, но и увлажняя его поверхность. Эту функцию на себя берет слезная железа, расположенная во внутреннем углу глаза. Слезные каналы направляют жидкость глаз. Избытки жидкости выводятся в носовую полость. Глазодвигательные мышцы, вы видите, их три парные мышцы. Они помогают вращать глазным яблоком. Вспомогательный аппарат получил свое название для того, чтобы помочь нам с вами использовать глаза для восприятия зрительных раздражений. Глазное яблоко расположено в особом углублении черепа, которое называется глазница. Если вы посмотрите на глаз, то вы видите, он округлой формы и образован тремя оболочками. Давайте назовем эти оболочки. Первая оболочка фиброзная, вторая оболочка сосудистая, третья оболочка сетчатка. Рассмотрим, как они устроены. Фиброзная оболочка представлена задней непрозрачной частью, которая называется склерой или белочной оболочкой. Передняя ее часть прозрачна, это роговица. Роговица – это двояко вогнутая линза, которая свободно пропускает всесолнечные лучи. За ней расположена сосудистая оболочка. Сосудистая оболочка пронизана большим количеством сосудов, которые питают глаз, обеспечивают обменные процессы. Спереди сосудистая оболочка образована радужкой. Радужка содержит пигменты, которые определяют цвет наших глаз. В центре радужки расположен зрачок. Отверстие, которое благодаря гладким мышцам реплекторно сужается и расширяется для того, чтобы регулировать количество света, попадающего вовнутрь глаза. Изнутри, ребята, к сосудистой оболочке прилегают слой пигментных клеток, которые позволяют всем лучам, попадающим вовнутрь, не рассеиваться и не отражаться. Сразу за сосудистой оболочкой располагается одна из самых главных линз нашего с вами глаза. Это хрусталик. Обратите внимание, он двояко выпуклый. Линза имеет тоже поддержку за счет специальных мышц, и поэтому кривизна линзы может изменяться. Это явление называется аккомодация. Способность глаза видеть предметы на разном расстоянии позволяет нам качественно видеть предметы окружающего мира. За зрачком располагается стекловидное тело. Оно занимает всю внутреннюю часть глаза. Следующая оболочка – это сетчатка. На сетчатке располагаются фоторецепторы. У человека их различают на колбочки и палочки. Откуда такое название? Если вы посмотрите на рисунок, вы увидите, одни из них похожи на колбочки, другие похожи на палочки. Отсюда возникло и название. Количество этих фоторецепторов разное. В центре сетчатки располагается значительно больше колбочек. Место, где больше сконцентрировано колбочек, получило название «желтого пятна». Палочки – это фоторецепторы сумеречного видения. Они различают предметы, колбочки позволяют нам с вами увидеть цвет предметов, которые мы с вами изучаем. На сетчатке фоторецепторы преобразуют все нервные импульсы и превращают их в единое целое. Место, откуда из сетчатки выходит нерв, называется слепым пятном, потому что там отсутствуют рецепторы. И зрительный нерв отправляет все нервные импульсы к коре больших полушарий головного мозга. Итак, ребята, мы разобрали с вами, как устроены оболочки глаза. И нам с вами теперь нужно определить, как работает оптическая система глаза. Какие изменения происходят при восприятии зрительных раздражений. Глаз воспринимает все солнечные лучи и беспрепятственно их пропускает. Взрачок регулирует интенсивность света. Хрусталик и стекловидное тело фокусируют на сетчатке все количество световых раздражений. Сетчатка преобразует эти раздражения. И картинка на сетчатке, посмотрите, будет уменьшенной, перевернутой, но действительной. Раздражения, превращенные в нервный импульс, сначала поступают в средний мозг, потом в провежуточный. И только потом доходят до коры больших полушарий. На кору выпадает самая главная задача – проанализировать и перевести изображение в действительное и прямое. Кто помогает коре больших полушарий выполнить эту работу? Кроме сетчатки, большую помощь оказывают глазные мышцы. Они обтекают контур предмета, регулируют его расстояние и размеры. И поэтому мы с вами видим то, что есть на самом деле в полной размере и четкости видения. Вот так, ребята, работает наша с вами оптическая система. Но человек обладает бинокулярным зрением. Он видит одновременно под разным углом каждым глазом, что позволяет сделать картинку трехмерным. Кто помогает это сделать? Опять, ребята, кора больших полушарий. Она преобразует, анализирует и создает нам с вами трехмерное изображение. Зрение у человека бинокулярное. Мы с вами разобрали, из чего устроен зрительный анализатор, и можем с вами повторить, что же мы узнали. Сколько оболочек имеет глазное яблоко? Правильным ответом является ответ В3. Какая часть глазного яблока является выпукло-вогнутой линзой? Подумайте, конечно, это роговица. Что мы относим к вспомогательным органам глаза? Это глазодвигательные мышцы, слезные железы. Цвет глазу придает. Правильно. Радужка. Зрительная зона больших полушарий головного мозга расположена. Ответ В затылочная доля. Ребят, урок окончен. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова